У меня мысль выступать в боях, в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов не хлопал, аплодировал стоек. Я просто в шоке. Ты вообще куда полез, щенок? Ты вообще там, что, краски наджался, что ли, в салоне красоты или тикток пересмотрел? Даня Милойхина выступать в боях. Я прям, ну, боюсь говорить. В дворе? В UFC. То есть мне прям хочется в UFC. Ты хочешь быть Хабибом Нурмагомедовым? Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов мне хлопал, аплодировал стоя, когда я выиграю. Очень смешно, это чистый вид. Ну, типа, по мне не скажешь, что я прям супер какой-то боец. По мне видно, что я прям такой еще и такой сладенький. Но в этом и фишка. Мне хочется, у нас есть идея продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовеньком, в таком месте, в сережечке, перед боем снимаю сережечки и даю хороших пить. На первый взгляд это может показаться какой-то шуткой. Но в то же время блогер, судя по его странице, активно поддерживает форму, охотно демонстрируя навыки своим подписчикам. А вот хотение Милойхина проверить свои силы с одним из братьев Хабиба, да еще и в рамках ведущей бойцовской лиги мира, звучит минимум как сюр. Правда, неизвестно, кого именно из Нурмагомедовых Данила собирается выиграть, чтобы Орел ему рукоплескал. «Я тут подумал, чего уж там мелочиться, вызывал бы сразу Хабиба, а вось непобежденный чем вернется ради столь громкого события. Это сарказм, если что». Заявление Милойхина вызвало бурную реакцию Байрама Кахруманова, который посоветовал тиктокеру не лицемерить. «Среди с последними событиями и скидывает в интервью Даня Милойхина, я просто в шоке, ты вообще куда полезешь, щенок? Ты вообще там, что, краски нашелся, что ли, в салоне красоты или тиктоках пересмотрел? Чуть себя принял, и ты в этом интервью говоришь, что хочешь подраться с Хабиба, братом? Какого? Вообще, что ты несешь? Я когда тебе подошел, просто лицом к лицу вот так перестал, тебе начали предъявлять, и там начал троить, как, не знаю, как трактор же. Ты ничего не мог сказать там, а просто вот так смотрел своими выпуклыми глазами на меня и боялся слова сказать. А тут ты берешь и такие заявления делаешь на публику. И ты там еще написал в интервью, я увидел, типа, сниму свои сережки и там выйду и дам, короче, напихаю там, ну, своему сопернику, ну, я так выражаюсь. Почему ты там этого не сделал, когда я тебе привил? Почему ты там просто стоял и молчал тряпочку и совсем соглашался? Просто не надо быть, как ты не являешься. Не веди себя, как лицемер, а веди себя, как нормальный нефтор. Напомню, на Медне у молодых людей состоялась не самая теплая встреча в Москве, в ходе которой Даня оскорбился тем, что Байра назвал его нефором. Поговаривают даже, блогер написал на обидчика заявление. Да, могу сказать, что... Спасибо. Я? Да, да. А что ты в группе общаешься? Ну, ты тоже с тобой не очень хорошо общаешься. Почему не очень хорошо общаешься? А? Почему не очень хорошо общаешься? Смотри, на меня сказал нефор. Ну, а почему это не нефор? Нефор это знаешь что? Ну, как ты очень обидно это сказал. Нет, действительно, как это такое нефор. Человек, который отличается от общества, понял? У тебя сережка, у тебя это, у тебя какой-то другой стиль, понял? Как вы думаете, воплотит ли в реальность свои желания Милохин? Не знаю, как смотрит на такое UFC, но уверен, что Epic Fighting будет всегда рада видеть его в своих рядах. Что ж, поживем, увидим. Эй, Иржан, Иржан. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА.